Бренд Poco объявил о старте глобальных продаж смартфона Xiaomi Poco M3 Pro 5G с поддержкой сетей 5-го поколения. Здорово, YouTube! С вами Пшеничный, а это Xiaomi Poco M3 Pro. Посмотрим, на что он способен и стоит ли он своего внимания или нет. Кстати, сразу подпишись на канал и поставь лайк, а с меня промокод на покупку в 10 долларов. А второй на 15 долларов будет в конце ролика и в описании. Погнали! Смартфон, зарядное устройство на 22,5 Вт, кабель USB Type-C, иголка для извлечения лотка SIM-карт и множество буклетов с информацией. Также в комплекте присутствуют наклейки для почитателей бренда Poco, но самое приятное, имеется оригинальный защитный чехол. Как справедливо заметили зарубежные издания, смартфон является клоном Redmi Note 10 5G, который пока что официально не добрался до нашего рынка. Сходство между аппаратами исключительно железное, что не делает новинку менее интересной. Тенденция новых смартфонов такова, что передняя панель сейчас мало чем может нас удивить. Чудо не случилось и здесь. Мы видим вполне привычную картину. Небольшие рамки по бокам и над экраном. Чуть более выраженный подбородок и вырез для фронтальной камеры в верхней части экрана по центру. В настройках этот элемент скрывается, насколько это позволяет IPS. Зато сзади все в традициях Poco. Основной визуальный акцент сделан на модуле камеры. Poco M3 Pro субъективно выглядит приятнее, чем тот же Redmi Note 10 5G, в котором несколько иначе обыгран объектив камер. Набор цветов, как в обычном Poco M3. Черный, желтый и синий. Пластик спинки глянцевый и зеркальный. Он притягивает отпечатки пальцев, разводы и пыль. На смартфон можно надеть чехол, но ощущения будут уже не те. Плюсом от использования чехла будет сглаженный выступ того самого объектива камеры. С ним смартфон будет ровно лежать на столе. Пользоваться телефоном вполне комфортно, но управлять устройством одной рукой по-прежнему не очень удобно. На рынке сейчас не так много удобных устройств. Тренды все чаще безжалостны к эргономике. Стремясь чуть сгладить ситуацию, Poco M3 Pro похудел на 8 граммов. И стал чуть тоньше на 7 миллиметров. Потеря по ширине в сравнении с Poco M3 составила 2 миллиметра. На правом торце сканер отпечатков пальцев, совмещенный с кнопкой питания. Работает он точно, но есть небольшая задержка включения экрана. Но это не критично. На противоположном торце находится сим-лоток, и он здесь комбинированный. А ведь в простом Poco M3 лоток был тройной. На верхнем торце разъем для наушников, инфракрасный порт, снизу tape-c. Динамик здесь один. Находится он рядом с портом для зарядки, в то время как у младшей модели Poco M было стерео. Тут, конечно, сэкономили. Динамик выдает обычный бюджетный звук. И официальная защита по стандарту IP тоже не заявлена. В Poco M3 Pro установлена IPS-матрица с диагональю 6,5 дюйма. Стандартная яркость определена на уровне 400 нит. Это совсем не рекордный показатель. Так что в яркие солнечные дни в помощь будут укромные уголки в тени. По цветам тут все типично для IPS. Цветовая температура все так же настраивается. Ничего нового в этом плане здесь нет. Как вы уже поняли, каплевидный вырез сменился на прорезь в экране. Защитная пленка на экране так же присутствует. Само стекло плоское, скругления минимальные. Но это не единственное изменение в дисплее. Он поддерживает частоту обновлений 90 Гц, что понравится особенно геймерам и тем, кому важна плавность интерфейса. Многие говорят, что эта функция не такая важная. Но согласитесь, возвращаться на 60 Гц совсем не хочется. По большому счету каких-то ярких эмоций экран не дает. Но и придраться тут по сути не к чему. Разве что не хватает адекватных черных тонов. Но это уже субъективные хотелки. Отзывчивость дисплея на хорошем уровне. Стоит защита Gorilla Glass 3. На смену 662-му Snapdragon пришел чипсет Dimensity 700. Это 7-нанометровый процессор с максимальной частотой 2,2 ГГц. Чипсет также поддерживает сети 5G. Но с ним в России пока не особо складывается. Но определенное продвижение в эту сторону уже есть. Троттлинг-тест на 30 минут смартфон прошел относительно стабильно. И отмечу сравнительно небольшой нагрев. Температура корпуса не превысила 40 градусов. В бичмарке он набрал 565 из 1589. Процессор показывает отличные результаты в плане энергоэффективной работы. При средней производительности в 178 джипс отклонение составляет всего 8%. Это отличный результат особенно для чипа от Mediatek. Система работает шустренько. В играх автоматически включается режим ускорения. Игровая сессия в PUBG на высоких настройках показала уровень в 30 кадров в секунду. На протяжении практически всего игрового процесса. Такую же стабильность показал и нагрев процессора. Корпус был еле-еле теплым в районе камеры. Смартфон, конечно, не игровой. Но, как обычно, играть здесь можно практически во все. Конечно, если не выкручивать графику на максималке. Что для данного ценового сегмента можно засчитать за вменяемый результат. Я бы все-таки не назвал процессор изюминкой этого смартфона. Работает он сносно, но ничего инновационного. Poco N3 Pro работает на базе Android 11. И здесь установлен интерфейс MIUI 12. Множество тонких настроек, красивые живые обои и обновленный подход к конфиденциальности. Варианты памяти 4х64 или 6х128 гигабайт. Здесь меньше фрезов, плавнее скроллинг, но и 90 Гц тоже сказываются. В общем, Xiaomi Poco M3 Pro гораздо лучше Xiaomi Poco прошлого поколения. В прошлогоднем M3 маркетологи зарубили NFC. На M3 Pro у них рука не дотянулась. Бесконтактная оплата поддерживается. Работает без проблем как с оплатой в магазинах, так и с пополнением транспортных карт. При разговоре по телефону проблем нет. И при желании можно использовать проводную гарнитуру через разъем 3.5 мм. Смартфон умеет записывать звонки по умолчанию. А вот светодиодной индикации здесь так и не появилось. Емкость батареи Poco M3 Pro на 1000 матч меньше, чем у вышедшей зимой модели M3. По всей видимости, этими обусловлены изменения в габаритах смартфона. Снижение емкости практически не отразилось на автономности устройства. Смартфон при 90 Гц в режиме использования интернета, мессенджеров и потоковой музыки легко живет без подзарядки 1.5, а то и 2 дня, если включить 60 Гц. Час игры в PUBG разряжает смартфон на 9-10%. Не стоит забывать о режиме энергосбережения. Они помогут увеличить и без того неплохую автономность. Смартфон поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. А в комплекте идет адаптер на 22.5. Потребуется 1 час 45 минут для полной зарядки, и это заметно быстрее того же M3. Напиши, кстати, в комментариях, какой у тебя смартфон и как часто ты его заряжаешь. Очень интересно! Я не особо проникся качеством съемки у POCO M3 и, глядя на сходные характеристики модулей в смартфоне с приставкой PRO, ожидал посредственных результатов. Основная камера представлена 48-мегапиксельным сенсором. Ширика здесь нет, а макро на 2 мегапикселя и датчик глубины. И это не что иное, как замыливание глаз количеством, но уж точно не качеством. Тут можно было обойтись и основным модулем. Режим AL работает корректно, лишь изредка промахиваясь и излишне насыщая отдельные цвета. HDR я выставлял на автоматический режим. К его работе за время тестирования претензий не было. В сумерках и ночи ситуация с детализацией хуже. В целом фотовозможности остались на прежнем уровне. Чуть расстроила меня здесь видеосъемка, ведь максимальное разрешение Full HD при 30 кадрах в секунду. Но слава богу хотя бы добавили стабилизацию в видеорежим, что уже неплохо. Фронтальная камера все такая же простейшая, на 8 мегапикселей. Явно не самовая топовая, как говорится, но для соцсетей пойдет. Как мне кажется, лучше немножко доплатить и взять Xiaomi Mi 11 Lite или Samsung Galaxy A52 или A72. Обзор на эти смартфоны, кстати, можешь посмотреть на моем канале. Но в целом этот девайс получился не самым плохим, учитывая его характеристику и, главное, цену. Как и многие смартфоны, пока он получил узнаваемый дизайн, подкрепленный хорошей эргономикой. Из минусов убрали стерео и также кастрировали лоток для сим-карт. По основным же параметрам наблюдается видимый прогресс. Более производительный процессор, развертка 90 Гц, добавили стабилизацию в режим видеосъемки и появился NFC. Автономность осталась на уверенных показателях. На старте продаж Poco N3 Pro 5G продают за 150-170 долларов и это с промокодами. Не могу сказать, что этот смартфон чем-то впечатляет и удивляет, но за такую цену это очень адекватный вариант. Но не более того. Как и обещал, промокод на 15 долларов, да пребудут с вами инновации. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok